Мы вообще с ним дружили. Он мне даже УАЗик подарил буханку, буханку генеральскую. И редакция 600 секунд тогда очень этой машине радовалась, потому что это был не просто УАЗик, это был с форсированным движком, с какими-то коврами внутри. И вообще это была очень такая симпатичная машина, и мы много с ним беседовали. Не забывайте, что министр обороны в тоталитарном государстве это совершенно особая фигура. Вам вообще, вы понимаете, что такое министр обороны? Это человек, который может завтра стать генеральным секретарем или президентом. Ему достаточно этого только захотеть, потому что никакая... Совершенно верно, только захотеть ему для этого ничего больше не надо, потому что все инструменты управления основными силами находятся в его руках. И завтра по его команде два батальона или дивизия занимают любой город, любое правительственное здание и провозглашают его новым императором, новым генсеком или новым президентом. Понятно, что всегда именно министры обороны находились под самыми пристальными приглядами, под самыми яростными механизмами слежки контроля со стороны президентских или ГБшных структур. И вот на это мне очень часто жаловался Язов. А Язов был подобран путем долгой сложной селекции, потому что действительно понятно было, что все эти механизмы слежки, все эти попытки чтения, буквально вплоть до чтения мыслей, потому что нанимали каких-то шизофреников, шарлатанов, экстрасенсов, которые должны были точно знать. Вы понимаете, да, что действительно ему вот надо всего-навсего протянуть руку. У него есть те три или четыре дивизии, которые перекроют Москву. У него есть те группы, которые легко возьмут любое правительственное здание. У него есть те люди, которые легко выполнят любой его приказ. И никакой преграды, никакой стенки между его приказом и решительностью исполнителей нет. То есть это человек, который может власть взять в любую минуту. И вот на самом деле Язов был тщательно выбран. Из множества вояк того времени, вояк, которые прошли Вторую мировую войну, он был выбран, в общем, за свою, ну вот деликатно говоря, надежность. Это сейчас, руководствуясь предельной моей симпатией к Дмитрию Тимофеевичу, я говорю именно это слово надежность, хотя вы обязаны меня понять, что, вероятно, имеется в виду немножечко другое. И, как мы знаем, все равно, в общем, Горбачев зря полагался на Язова. Как мы понимаем, что Язов все равно не распорядился правильным образом теми силами, которыми мог бы распорядиться, но мог бы распорядиться им еще не в 91-м, а, по крайней мере, там в 89-м году, когда армия не вступила в период полного распада, когда не перестали действовать приказы. Буквально вот даже в армейской среде уже приказ министра обороны в 91-м году с учетом чрезвычайности ситуации значил очень мало. И, тем не менее, все равно он оказался, как вы помните, в кругу заговорщиков. И вот в кругу-то заговорщиков выяснилось, что он на самом деле очень робок, что он не способен был к решительным действиям, он побоялся крови, он побоялся лязга стали настоящего, не бутафорского, что он не выполнил свое предназначение, будем называть это своими именами, без оценки того, разумное, неразумное, доброе, недоброе, было ли это предназначение. Но с ролью заговорщика, с такой простой ролью, он, в общем, Дмитрий Тимофеевич, не справился. А истинно так, да, отказался, в общем, стрелять людей, отказался. Он не отказался стрелять. А, нет, нет, ну я же, ну как, ну ты с кем беседуешь? Со старым гокчипистом, да, который все это знал изнутри, знал это наизусть, и каждую там минуту буквально был на связи со всеми членами, ну, начиная с Владимира Александровича Куречкова, в первую очередь. Тогда я очень... У меня же было хобби участие в государственных переворотах. Я не собирал никогда марки, не коллекционировал пробки от кефира, но вот у меня было такое хобби. Я участвовал в этом достаточно активно и агрессивно еще в пару шестисот секунд. И я тебе могу сказать, что там вот именно эта его надежность, его такая человеческая незатейливость, и вместе с тем довольно хорошее чутье на то, что творится, вот такой вот нюх на то, что происходит в воздухе, ему помешали. Короче говоря, из него не получился в результате министра обороны. Он не смог выполнить свой конституционный долг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok